Ещё не было и шести часов утра, когда жители вот этого дома, 16-этажки, по адресу улицы Шевченко, 46, эвакуировали. 258 квартир, более тысячи жителей, и всех их отправили в ближайшую 19-ю школу. Рядом дежурят автобусы, в которых люди могут погреться. Более трёх часов жители 16-этажки находились в ожидании, когда же им разрешат вернуться в свои квартиры. Людей эвакуировали рано утром, когда многие ещё спали. Поэтому они успели только одеться и взять документы. Да, школа 19-й молодец, и директор, там и воды, и всё. Ну вот я сейчас подошла, да, с 252-й квартиры, там снимали квартиры нерусские, да. Вроде бы как с его телефона он позвонил, сейчас вот его разыскивают. Вот я старше подумал. Вот спасибо школе, директор, сейчас и воды, и чаем напоили людей. Сейчас люди там сидят, вот автобусы подогнали, и врачи, кому плохо, вот, оказывают помощь. Вообще очень молодцы, хорошо. Там скоро даже. Позвонили в дверь, сказали, пожалуйста, одевайте тёплые вещи, берите всё самые ценные документы и выходите, пожалуйста, на улицу, потому что сохраняется угроза взрыва. Все было спокойно, все одевались, выходили и стояли на улице. Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения в школе номер 19. Там их не только обогрели, но и напоили чаем. Для тех, кто по состоянию здоровья не смог дойти до школы, были подготовлены автобусы, чтобы люди не замёрзли. В течение, после звонка, в течение 10 минут мы уже были здесь. А как так быстро мы довелись? Потому что... Сказали так. Кто же сказали? Наше дело маленько. Нам говорят, мы с линией срываемся и едем. По первому требу. А это было уже рабочее время? Рабочее время. Это было 7 час утра. Я на заправке как раз стоял, заправлялся. Я заправился и сразу рванулся сюда. В 16-ти этажке проживают инвалиды, которые самостоятельно не могут передвигаться. Спасатели и сотрудники полиции помогли спустить их в автобус. Сказали, заминированный. Только телевидений не хватало. Сказали, заминированный. И вам все равно предоставили автобусы? Да. Автобус здесь стоял. Мы вышли уже, всё готово. Настояли в школе. Там у меня муж туда ушёл. Там чай им поставили, говорит. Там люди пожилые сидят. Сказали, через час всё узнаем. На месте работали медики, спасатели, полицейские. В течение трёх часов они обследовали квартиры и подъезды многоэтажки. Ну, вкратце я хочу сказать, что поступил звонок на 112 от мужчины, который сообщил информацию, что в данном доме заминирован. К месту прибыли, согласно алгоритму действий, все оперативные службы. Была произведена эвакуация населения. Проводятся следственные действия. Задействованы были промежуточные пункты эвакуации. Пункт временного размещения. В случае необходимости были соответствующие распоряжения данные по первоочередному жизнеобеспечению. В результате следственных действий, которые сейчас ведутся, и обследования кинологами данного многоквартирного жилого дома, сейчас было принято решение по запуску населения. В дальнейшем проводятся следственные действия по установлению по данному факту. Естественно, после проведения следственных мероприятий будут даны более полные информации по данному случаю. В принципе, я вот и хочу отметить, что сработано было все четко, и автобусы были поданы, и необходимая помощь тем людям, которые трудно передвигаются, невозможность передвижения. Здесь поработали и спасатели, и пожарные. То есть все необходимые мероприятия, которые связаны с проведением особых, скажем так, действий в данных условиях, они были проведены. Вот такие вот действия отвлекают очень много сил и средств. И самое главное, это затрагивает жизнь и обеспечение населения. Сейчас сотрудники ФСБ и полиции выясняют, откуда и кем был сделан тот звонок, по которому эвакуировали жители 16-этажки.